Собственно, сам якутский холодильник Самое кайфовое в нем, если помните, Женя, не рушь все, это вот эти сталактиты Когда-то это была прям деревушка, прям домик, в котором, собственно, и рыбаки и жили Выехали сюда, а тут проблема На Колыме дороги нету А это, получается, диспетчерская срубка Сам вокзал Ой, это такой у вас маленький вокзал Вообще кайф Все уже в машине Запихиваем последнее Включаем после Женя ответственно за еду Держит ее прямо на руках Разогревает ее силой мысли Ну что, Жень, греется? Ну, конечно, у меня пламенное сердце После ночевки прямо на перевале мы отправились дальше по зимнику Арктика И следующим населенным пунктом у нас был Средний Колымск Именно там мы должны были забрать заветную посылку из Якутска И отправиться дальше к берегам далекой Аляски ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тук-тук-тук, есть кто-нибудь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никого нету? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну мы в том году проезжали, по-моему, здесь где-то А сейчас ничего нету В месте, где река Колыма максимально близко подходит к зимнику Арктики, мы решили спуститься на лед и попробовать проехать прямо по Колыме. Потому что дорога по Колыме примерно на 4 часа быстрее, чем дорога по Томми. Да и гораздо приятнее ехать по ровному льду, чем по дикому Качкарду. Выехали сюда, а тут проблема. На Колыме дороги нету. Зимник заканчивается. Такой зимник. Тропа. Тропить сейчас. Снега много. Вот там у мужиков видно вешки для переезда стоят. Снегоходные. По тому берегу, похоже, идёт сразу на тот участок на их рыбачий. Надо сходить проверить, не факт. Вон, видишь, идёт след. Не факт, надо проверить. Это может быть не след, а может быть от этого. Как здесь, видишь, такой же бугор. Ну так давай сходим проверим. Что, бегать? Ну машинами туда не вариант вообще. Я могу сбегать. Машинами вообще, Саня, не вариант. Давай, я тогда сбегаю. Саня побежал посмотреть на ту сторону Колымы. Так, друзья, это для тех, кто не видел наших прошлых серий. Рыбацкое зимовьё. И это, собственно, сам якутский холодильник. Самое кайфовое в нём, если помните, Женя, не рушь всё, это вот эти сталактиты. Вообще красота. Вот он туда уходит вглубь. Как вы помните, крюк для того, чтобы всю эту тему опускать. Так, ну что, спускаемся, друзья. Главное, чтобы крышка побалдеет не приехала. Сейчас мы ровно сделаем вот так. Вы любите всё самое экстремальное? Поэтому всё самое экстремальное специально для вас. Надеюсь, там медведя нету. А здесь, как вы помните, можно увидеть, собственно, что такое вечная мерзлота. И как она выглядит, друзья. Вот такая вот она, смотрите. Вечная мерзлота. Это просто лёд. И здесь всё выдолблено именно во льду. А вы посмотрите, какие здесь структуры льда красивые. Блин, красотища. Не передать словами. Вот так, ребят, всё это дело здесь выглядит. Отсюда подаётся рыба. И здесь она раскладывается. И рыба, и мясо. И хранится всё это и зимой, и летом. Температура в зимнике зимой теплее, чем на улице. Потому что там минус 50. А здесь где-то примерно минус 30. А температура летом в зимнике холоднее. Здесь также примерно где-то свои минус 30 градусов. Кстати, расскажу вам, что вот это рыбацкое место, рыбацкий стан так называемый. Это родовое место, где до этого рыбачил дед. Сейчас здесь рыбачат его внуки. Вот, непосредственно уже этой будочкой они не пользуются. Их рыбацкое место находится вот там, на том берегу. Как говорится, где, собственно, самая рыба и есть. Старая сетка здесь антуражная. Вот, но эту будку, которую устроил его дед, он домик этот, он его поддерживает. Вот, в хорошем состоянии. Ну и, собственно, сам ледник тоже зимник. Давайте дойдём ещё сюда, глянем. Снега, на самом деле, очень много. Как только сходишь с этого, сразу проваливаешься. Так, ну, собственно, здесь. Старые батарейки для рации. Перчатки, куртка какая-то. Ладно, чтоб лампу делать для светильника. Медная проволока, стол. Книжку, чтоб растапливать. Возможно, даже печка может быть заложена дровами. Нет, печка дровами не заложена, но дрова здесь есть в случае чего. Когда-то это была прям деревушка, прям домик, в котором, собственно, рыбаки и жили. Но, как сейчас уже повторюсь, они ушли на новый кордон. А этот домик своего деда просто поддерживает в таком состоянии. Но здесь уже сами не находятся. Сейчас мы находимся где-то примерно в километрах 150-120 от Средней Колымска, куда, собственно, не держим путь. Возвращаются Саши с речки, с разведки. Сейчас посмотрим, что у нас по обстановке и примем решение. Либо разворачиваемся, идем назад на зимник, либо будем все бить здесь по Колыме. Но с учетом того, что бить здесь по Колыме, исходя из того, как количество снега будет тяжелее, наверное, вернемся на зимник, чтобы не тратить время. Потому что на то и выйдет. Но лучше все-таки ехать там, где проверена дорога. Так, в общем, мы съехали с зимника на Колыму. Вот, как вы видите, здесь она начинает первый притон Колымы. Можно посмотреть, как здесь со снегом. Снегом по колено. Но наши машины едут абсолютно нормально. Сейчас, правда, из-за того, что снега многовато, мы травим давление, будем спускаться. Что-нибудь там под 1, может быть, под 0,8. Вот, и потихонечку поедем дальше, несмотря на такое большое количество снега. Без зимника топтать снег не сами. Все будет зависеть от того, на сколько стравлены колеса. Сейчас попробуем на 0,8. Если на 0,8 не поедет, значит еще страю. Веса у нас там колбасу тащат, смотрите. Здорово, мужики! Здорово! Здорово! А вы откуда-куда? Среднего на участок. Какие эти у вас? Что это за обувь такая? У меня? Да. Как это? Щетки называется? Щетки. Теплые вообще. Теплые вообще. Теплые, да? А из чего сделано? Получается, из ног оленей, да? Оленей. Крутые у вас лукши, наверное. Ну, у вас тоже... Реклама или что? Да нет, едем до Уилена, аж туда, в сторону Америки. В сторону Аляски? Да. Всехотка, Аляска. Да-да-да, сюда дальше едем. Ну, удачи. Вам тоже, мужики, хорошая охота. Ты счастлива? Ты черёжик, да? Нормоз, ротка. Давай, 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 давай. Эээ, бодрыки сели уже. Не, у меня. Здорово, мужики. Давай. Ну да, блин. Такую машину, на дискотеку. Ха-ха-ха, к девчонкам. Так, мы въезжаем в город Среднеколымск. Какой город? Посёлок городского типа. А это, получается, диспетчерская срубка? Это сам вокзал. А, то есть вход на вокзал, получается, с той стороны? Да-да-да. И пассажиры, которые прилетают, прилетают сюда? Да. То есть я сейчас как будто прилетел? Да. Я прилетел в Среднеколымск. А это, получается, телега, багаж доставляют? Да. А тут сейчас и диспетчера, что ли, есть? Ай. И диспетчера, что ли, есть? Да, конечно. Вот сейчас, допустим, стояли женщины, они диспетчера у нас. УВД, да? Да. Сейчас всё это тащить же будем. Ой, это такой у вас маленький аэропорт-жал. Вообще кайф. Смотрите, даже есть кресло для перевозки инвалидов. Вот вам, казалось бы, и аэропорт. Здесь большие весы для гнегабарита, а это маленькие весы. Красота. Кстати, авиакомпания Якутия вела, смотрите, как у аэрофлота. Ни-ни с большой сумкой в самолёт. Ребят, ещё раз хочу сказать огромное спасибо сотрудникам аэропорта Среднеколымск, которые в нерабочее время открыли для нас аэропорт. Выдали нам груз. И теперь наши стойки у нас. Всё очень круто. И мы продолжаем нашу экспедицию. Сначала на Чукотку, а потом дальше через всю Евразию. С востока на запад. Крутяк. Гостинцы пришли от Коябы. Сейчас привяжем. Всё, мы едем сейчас в администрацию и нам нужно определяться, где мы сегодня останавливаемся, где мы сегодня едим и где завтра будем дооснащать наши машины новыми запчастями, которые приехали к нам из Москвы. Вы знаете, что такое детокс от интернета? Это вот примерно выглядит вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестеро взрослых, самостоятельных, независимых. Какая смска пришла? Ха-ха-ха. Чёрт возьми. Среднеколымск можно смело назвать одним из самых гостеприимных городов Колыма. И глава Евгений Михайлович встречает нас уже не первый раз. И встречает, нужно сказать, очень гостеприим. Вот тут дорог вообще не будет, то есть вот это вот побережье все. А там зимой замерзает? Ну нет. Море не замерзает вообще, но там ветры, там ветры хорошие и там гористая местность. И там есть надежда на то, что, во-первых, заметают каньоны и наст жесткий. То есть есть надежда на то, что мы прямо пролезем на этих колесах поверх. Будем пробовать. По берегу, да. Туда за все время два раза доезжали своим ходом. Один раз курзовики 6х6, а один раз внедорожники. Но они два года ехали. Но оттуда никто никогда не выезжал. А мы хотим доехать. Надо было, типа, стреково колеса как-то. Ну вот, там проблема еще немножко в другом. Если бы мы поставили сюда большие колеса, нас Европу бы не пустили. Мы же потом через всю Европу... Переобувились мы где-нибудь. Мы и так будем переобуваться. Но если бы мы поставили гигантские колеса, то когда поставили маленькие, мы бы как на тележечке смотрели. Да, ну и надо же момент в редукторе понижать. То есть передаточное число увеличивать. Для больших колес. В общем, это помещение торговое сделано из обычных 20-тонных и 40-тонных контейнеров. А с виду даже не скажешь. Таня, ну все, ты в IT-центр. Прощайте, парни. Я здесь остаюсь. А правильный город или поселок Барковки? Статус города есть, да? Тогда, соответственно, все преференции, которые есть у сельских жителей у вас здесь нет. Это плохо, да? Плохо. Конечно плохо. Тут даже вот дальневосточная ипотека жизни на 2 процента. Тут люди не могут взять частный недостроенный дом. Не могут по этой ипотеке взять. Потому что это считается городом. И вот когда отчет правительства был вчера, молодые люди вставали и говорили, из-за того, что у нас статус города, мы не можем там частный дом, недостроенный дом купить. Ну какие-то такие ограничения есть. Но с другой стороны, это 376 лет в этом году этому городу. И вдруг сейчас нас, если назовем деревней, это, наверное, наши предки нам не простят это. Ну да. Да. Хотя, конечно, если так посмотреть, то больше, наверное, на поселок похоже, чем на город. Но статус у нас такой, из полковых веков. Это мое рабочее место на сегодня. Что у тебя сегодня по плану? Обработка фоточек? Да. Я отобрал сейчас, у меня примерно, получается, 500 фотографий надо обработать. Это я из 2000 выбрал. И еще мне надо из 1000 еще отобрать фотки. И там будет примерно 200-300. И 800 фоток мне надо будет сделать, пока все успеет. Ты нормальный вообще? Не очень. Поэтому я командир. Ладно, днем послешь, да? Так, Тим, у тебя как дела? Болгарка твоя? Моя. Красавчик. Дай пятюню. Так, по-моему, Олег уже спит. Кромко шуметь не будем. Олег, как день сегодня прошел? Скажи в двух словах. Отлично. Сегодня прошел, да. Предлагаю тебе завтра прокатиться в нашем экипаже. На мягком, комфортном Land Cruiser Prado. А Женю, а Женю сошлем в хайли как Саше. Не-не-не, я в хайлике. Точно? Если что, может к нам немножко, чтобы ротация была. Так, Жень, мы хотели тебя отправить в ссылку на север, но север мне уже некуда. В общем, на самом деле, я уж, конечно, к концу уже немножко шучу. У нас два часа ночи, вернее, даже если будет точно начало третьего. Мы вот только расположились, сейчас будем ложиться спать. Завтра у нас по плану баня. Но перед баней ремонт автомобилей, ТО, полностью все. Проверим еще раз все элементы, все узлы. И, возможно, завтра не без загадывания выдвигаемся дальше. Вот такой план. Все, друзья, мы спать. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы находимся в Среднеколымске. Сейчас мы заехали к ребятам в Большой Бокс. Это предприятие Дороги Колымы. И сейчас здесь мы проведем плановое ТО нашим автомобилям. По плану у нас замена амортизаторов на более усиленные в Прадо. По плану у нас проверка всей подвески. Потому что мы пережили вместе с нашими машинами мороз в минус 64. На трассе мы видели огромное количество сломанных машин. Наши машины туда доехали. В общем, сейчас все это дело будем проверять. Смотреть, протягивать все болты, все соединения, резиночки, масла, сальнички. В общем, все-все-все. Сейчас будем в наших машинах проверять и смотреть. Здесь наш Прадик мы уже начали разбирать потихонечку. Все откручиваем. Из основных проблем у нас вот можно посмотреть. Женя, дай я покажу, посвяти, пожалуйста. У нас вот этот вот обрыв провода датчика АБС на морозе он задубел. Его оборвало льдиной. Я вот так вот его сделал там на морозе, но еще раз оборвал. Потому что провод стал короче. Вот. В остальном, в принципе, все хорошо. Сейчас еще раз все проверим. И мы ставили сюда дополнительно насос. Здесь у нас стоит по перекачке топлива из резервного бака в основной. И этот насос тоже сейчас отключился. Поэтому наша задача сейчас проверить насос, отогреть его. Если насос заработает, то тогда все нормально. Второе мы попробуем на него подать отдельное питание. Если насос при этом тоже не заработает, то тогда будем менять насос. Ставить сюда резервный. Вот. И смотреть. Есть вероятность того, что прокачивали топливо, которое было просто зимнее, не арктическое. И, конечно, на таких экстремально низких температурах его просто прихватило. Вот. Поэтому сейчас все будем смотреть. Видел такие арктики когда-нибудь? Первый раз? Первый раз. Что, как тебе со стороны машины? Первый раз, как первый класс. Как тебе машина со стороны? Мне бы естественно такую машину. Вот моя машина, например. На этом езжу. 2005 года. Ну ладно, ничего страшного. Но тоже же хорошая. Каких машин больше здесь иномарок? Ну, таких эскудиков, этих филдеров. Ну, Тойот больше. Про бокс, ага. Тойота больше. Тойота больше. Хорошо, Тойота себя зарекомендовала здесь на севере? Хорошо. Друзья, два ночи. Город Среднеколымск. Мы только что сидели там в IT-центре. Ребята, если ты видишь, там три окошка остались. На дворе два часа ночи. Я иду в администрацию, где мы разместились, потому что завтра в 9 у нас подъем и в 10 мы выезжаем. Ребята смогут поспать во время движения в дороге, а я нахожусь за рулем и с момента старта до момента остановки нахожусь бодрствами. Так что на улице морозик сегодня. Погода отличная. Сегодня был замечательный день в Среднеколымске. Много чего сделали, провели ТО, сходили в баню, попарились, пообщались с огромным количеством разных интересных людей. В общем, все очень круто. Сейчас дую в администрацию и ложусь спать. По ощущениям, кстати, на улице где-то примерно минус 50. По факту где-то, по-моему, минус 45. Вполне себе комфортно, кстати, после минус 64. Это, кстати, центральная площадь города, рядом со зданием администрации. Еще одна особенность мороза, это то, что я прошел по улице где-то метров 200, а борода, ресницы и все лицо у меня уже такое вынье в морозном. Все главы и председатели данного района, а мы живем в октовом зале. Пацаны спят. Даже свет не выключили. Олег. Сами. Я здесь. Спокойной ночи, друзья. Мы спать. Завтра будет новый день. Друзья, мы отъехали совсем немного от Среднеколымской. Здесь есть вот такое место, которое, я как понимаю, облагородили в 2012 году. Местные тюркские народы, земля Ланхо, здесь оставляют какие-то вот такие подаяния военая. Ну, а мы по традиции оставим парочку конфет, причем развернем их обязательно. И положим их вот здесь, чтобы зверьки могли зайти и их съесть. Отвертку заберем с собой. Отвертку меня оставлю. Здравствуйте. Другой вечер. Ну вы что, въедете у вас? Есть, конечно. Ему передавил Леха. Так. Таня говорит. Алло. Да. Да-да-да, Леша, слушаю. Подписчик. Привет-привет, Леша, привет. Ага. Как дела, как за нога? Как доехали? Слушай, все нормально, все хорошо. А ты сам где? А я в Красноярске, я не успел просто, когда вот машины здесь-то были. Я не успел. Я понял. Слушай, ну мы на обратном пути. Мы из Чукотки через Красноярск поедем, поэтому встреча будет. Обязательно увидимся. Приходи. Хорошо, хорошо, обязательно. У нас посылка для? Ярослава. Для Ярослава из Среднеколымска. Ага, сейчас. Заберете? Или, может, ему наберете, не поздно? Ну что, наберу его. Позвоните ему, потому что посылочку везем. Да. Выполняем миссию. А как называется правильно это место? Андрюшкино. Не-не-не, это понятно, что это Андрюшкино. Это дизельная электростанция, да, большая? Это пульт. Новая ДЭС, да? Это дежурка. Дежурка. Да. А можно посмотреть в мониторе? Поподри. Пойдем. Так, а это получается... Пять дизелей работает? Да, сейчас два работают. А, вот. Тахометры один и второй. Да, один и второй, да. Три в резерве. Здравствуйте. Вот главный пульт управления, да? Проверяющие хлопцы, делегации хвостовых. Это русского ветер. Это бытовка. Это главный пульт управления. Вот пульт управления, а вы говорите! Да, да, да. Уютненько у вас здесь. Да, холодновато. Здесь холодно? А что, тут не токится? Девозный-девозный, более-менее, наверное, спина холодная. А что-то мне кажется, побольше? они же просто металл мне кажется нет еще один слой сделать хотя бы этот ламинат теплый он не ламинат я только не нулю интернет сейчас у местных так ну в основном по мегабайтам тарификация один мегабайт 1,5 рубля это в будние дни ночное время это 30 копеек в субботу воскресенье 50 копеек 1,5 рубля то есть фильм какой-нибудь 300 мегабайт если будет весить то примерно 450 рублей попкорном только без попкорна это была дизельная электростанция которая обеспечивает светом весь этот поселок андрюшкино сам поселок находится вот там мы его объехали стороной небольшой поселок национальный на улице напомню порядка минус 50 градусов около минус 50 градусов все замерзшие смотрите столбы провода трактора саня все замерзшие вот но очень гостеприимные ребята новая у них здесь деска сейчас сейчас едем дальше здесь рыбы нет да рыбы нет лед берем потому что если будете топить просто снег то снег дистиллированная вода в нем нет микроэлементов нет минералов и через какое-то время у вас будут ну на самом деле там слабость куча всего то есть нужно добавлять специальные там такие есть таблеточки вот которые добавляют красить соли поэтому лучше брать вот лед либо с реки либо с озера здесь мы берем лед с озера сколько минут занимает обустройство спального места все зависит от того сколько человек едет машине сейчас у нас 4 человека огромное количество вещей поэтому мы больше перекладываем вещи чем размещаемся если бы здесь ехала два или три человека поднять палатку пару минут здесь разложить тоже пару минут в принципе за пять минут ты можешь собрать мы это делаем дум минут за десять ну и включаем обершпехер нагреваем температуру еще где-то минут пять-десять вот такой у нас расклад но сейчас я вам расскажу как же мы устраиваем там наверху ребятам как они говорят либо ташкент либо бали самый лучший сезон у нас есть вот такой предпусковой подогреватель который интегрирован непосредственно на место сабвуфера в наш land cruiser сабвуфер здесь нам сейчас явно не нужен здесь как стоит система дживель активируем мы его нажатием на кнопочку у нас там уже выставлена температура он сейчас показывает температуру как который у нас есть на улице и температуру кто у нас будет мы запускаем он он включился здесь выставляем температуру 28 градусов для начала для того чтобы устроить там бали ребятам а потом мы и спустим поменьше здесь у нас этим контроллером выставлена подача тепла сюда к нам примерно процентов 15 20 остальные процентов 80 70 а то и до 90 уходит туда к ребятам наверх можно посмотреть вот здесь это будет разогреваться вот эта вот штука у нас мы всегда так почищаем она у нас длинная у нас тут все все не стандарт так но сейчас заработал насос обершпехера включила система продувки и сейчас пройдет воспламенение там внутри самой камере и уже будет подаваться стекло вот уже можно посмотреть как идет теплый теплый воздух потихонечку от выхлопной пошел сейчас будет греться подкачечку солярочку из бака у нас через какое-то время вот там наверху будет жара причем здесь мы у нас закрываем нам еще не пришел переходник поэтому мы закрываем спальником пуховым и у нас здесь сама гофра проходит через улицу огромное количество теплопотери здесь можно улице минус 50 и даже несмотря на это в палатке жарить а это ли не чудо друзья смотрите все джин как говорится начинает вылазить из нашей трубы а у ребят там будет я твою артику евгений шаталов вот так вот при помощи спальника мы затыкаем дырку при помощи долей скотчек скотча ниток и спальника до езжаем населенный пункт чешский и 99 процентов на въезде стоят сотрудники пограничной службы 800 рублей стоит вот это у меня нет а